Здравствуйте! Сегодня я хотел бы вам рассказать, как для дома сделать себе пылесобиратель, пылеуловитель для потолка. Фактически я ничего не изобретаю, я просто нашел вещь в магазине, ничего фактически не делал, купил и просто использую не по назначению. Существует вот такая штука. Это силиконовая воронка для бытового использования, то есть для своих домашних целей на кухне. Выглядит эта штука вот так. Здесь уже одного деления самого крайнего нет, но это не так страшно, суть все равно осталась. Вот такая она становится, вот такая штука. Вот эти все звенья, в каждом колене она может дынуться как хочешь. Смотрите, что мы делаем. Мы берем, допустим, она вот и хороша тем, что, во-первых, она мягкая, к потолку можно ее прислонять, она гибкая, очень податливая, то есть не пластик, ничего, она уже как резинка. Как конкретно я ее использую? Вернее, раньше использовал, сейчас уже, конечно, нет, но использовал. Берем перфоратор, одеваем ее вот так поверх. Видите, чем и хороша она, что у нее есть вот эти углубления, и перфоратор как раз здесь тоже, как бы, конус. И она одевается очень довольно-таки глубоко, получается, посадка. Если вам нужно выше сделать, пожалуйста, вы можете поставить ее вот так, чтобы чуть-чуть-чуть была часть вот этого углубления. Но обязательно одну стойку, выступ вы оставляете, как бы это показать-то. То есть вот видите, вот этот, то есть глубже, есть вот этот бугорок, это для того, чтобы мусор собирался под ним, чтобы не сыпалось дырку. Давайте я подниму его выше, чтобы было более наглядно. Вот, вот так. Видите, я думаю, что здесь вот это есть по периметру канала, в нее и будет собираться мусор. Мы одеваем перфоратор. Глубина сверления с данной причиндалиной до 5 сантиметров. Получается, видите, здесь отверстие больше, чем бур, вот люфт. Что мы делаем? Я конкретно брал, ну, вот такой пыльник от чего-то, сейчас не скажу от чего. И просто вот так одевал его на бур. Он как раз, получается, перекрывал за счет пустоты вот этот конус с нахлёстом. И вот так я сверлил. Весь мусор, 90% мусора собирается в этот пыльник. Если у вас нет такой штуки, вы можете просто взять обычную плоскую такую резиночку. Главное, чтобы она была немного шире, чем отверстие вот в этой силиконовой штуковине. В данном случае это уже пыльник, пылеуловитель. Вот так одеваете, и он опять же, видите, получается бортик. Он, конечно, будет вращаться вместе с бором. Да, он немного будет раскручивать, соответственно, пыль. Но за счет того, что диаметр вы подберете чуть-чуть меньше, чем вот я поставил колечко, оно будет все равно ссыпаться вниз. Это лучше, чем когда у вас усыпется мусор на пол. Ну, либо многие пользуются пылесосом. В общем, хороший, простой, удобный способ. Вот видите, насколько глубоко головка сама перфоратора утапливается. Вон она, там, видите, вся аж прикрыта. Если вам потом, когда вы сверлите, будет что-то меняться, вам необходимо, вы прям просто можете давить, поддавливать. Раз, видите. И менять его прям по месту глубину. Ну, надо больше, давайте двигаем больше. Вот. Вот такая штука. Ну и, соответственно, эта штука только для потолка. Это все, что, в принципе, я хотел вам рассказать, показать, поделиться нестандартным применением разнообразных причиндалов в быту. Если видео было интересным, полезным, ставьте палец вверх. Делитесь этим видео со своими друзьями. Подписывайтесь на мой канал. Все. Всем спасибо. До свидания. До свидания.